Здравствуйте, Сергей Головей здесь, а здесь это Церковь Христианской Веры в городе Сакраменто, штат Калифорния. Огромнейшая всем благодарность и признательность за то, что и сегодня являетесь частью нашего вещания. Мы приходим к вам из нашего русскоязычного служения здесь, Церковь Христианской Веры, и мы приходим к вам в прямое включение. В 12.30 здесь, на западном побережье, что будет означать в 8.30 вечера, по Гринвичу 9.30 центральный европейский пояс, 10.30 вечера Киеве и 11.30 Москва. Слов недостаточно, чтобы выразить нашу признательность каждому и каждому из вас. Нет большей чести, чем преломить вместе с вами духовный хлеб и поговорить вместе с вами о жизни, дающем Божьем Слове, которое навеки утверждено на небесах. И если наша жизнь утверждена на Слове, если наши семьи утверждены на Слове, если наши взаимоотношения утверждены на Слове, у нас есть гарант, гарант долгосрочности. Сегодня мы уклонимся немножко от нашего обычного формата и перейдем к вам с одного из наших недавних служений. И я абсолютно убежден, что это послание будет большим благословением для каждого и каждого из вас. Но прежде чем это мы сделаем, я бы хотел поощрить вас вот к чему. Сейчас на своем экране вы видите имейл info at cfcinfo.org. Пусть не затруднит вас написать нам буквально несколько слов, мы заинтересованы узнать о том, где вы принимаете наш сигнал. И в равной мере мы хотим помолиться с вами и мы хотим помолиться за вас. Вы можете воспользоваться тем же имейлом info at cfcinfo.org, либо еще один, это имейл беспрерывной молитвенной цепи. Здесь в церкви христианской веры push at cfcinfo.org. Если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитвенной поддержке, мы здесь для того, чтобы ее оказать. Бог – это отвечающий на молитвы Бог. Библия говорит, что его глаза обращены к праведным, и его уши к молитве их. Много может усиленная молитва праведного. Дайте нам знать о своей молитвенной нужде, и мы охотно подставим свои плечи. Беспрерывная молитвенная цепь о том, чтобы Бог вышел навстречу вам в ваших обстоятельствах и явил свою славу. Должен ли я сказать, что большая часть этих молитвенных просьб – это уже не просьбы, это свидетельство о том, что Бог сделал, потому что Он действительно отвечающий на молитвы Бог. Располагайтесь поудобнее, пусть Слово Божье вселяется в вас обильно, пусть оно совершает ту работу, которую только Божье Слово может совершить. Ровно через неделю мы будем с вами в прямом эфире и из Церкви Христианской Веры здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния, и из нашего русскоязычного служения. Давайте откроем еще раз книгу Иисуса Навина, это наш базовый текст, книга Иисуса Навина, и прочитаем достаточно содержательный отрывок из второй главы. Книга Иисуса Навина, вторая глава. «И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала ей им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш. И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привожи червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила, отца твоего и матерь твою и братья твои, все семейство отца твоего собери к себе домой. Если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его. Мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь это наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет, по словам вашим, и спустила их, и они пошли. И она привязала к окну червленую веревку. Рав – это женщина в числе группы людей, которых Библия называет героями веры. Она одна из тех, о которых Бог засвидетельствовал, что Он не стыдится их. Поэтому, хотим или не хотим, возникает вопрос, каким образом женщина с таким прошлым, женщина с такой репутацией смогла угодить Богу. Ведь же без веры угодить Богу невозможно. И автор послания к евреям в 11 главе называет Рав – блудницу женщиной веры. В 11 главе, в 31 стихе мы читаем, «Верой Рав – блудница с миром, принявшейся глядатаев, и проводившей их другим путем, не погибла с неверными». В этой же главе, в 11 главе послания к евреям, этот же автор говорит о Ное. Ной верою приготовил ковчег для спасения своего дома. Вот как Ной верою приготовил ковчег для спасения своего дома, так Рав – блудница верою приготовила свой дом, превратив его в ковчег спасения. «Прежде чем саглядатые расстались с нею, они поставили ей два условия. Они сказали, в первую очередь, ты должна привязать к окну червленую веревку. Если веревки не будет, если веревки на окне, с которого ты спускаешь нас, не будет, мы свободны от клятвы. Мы ничем тебе не обязаны. Веревка на окне, с которого ты нас спустишь, это знак, что твоя кровь на наших руках». И как только они расстались, Библия говорит, только что мы прочитали об этом в 21 стихе 2 главы, она сразу же привязала эту веревку к своему окну. Эта веревка была, есть и всегда останется свидетельством или прообразом и насказанием о силе искупляющей крови Господа нашего Иисуса Христа. И неинтересно ли, как только они расстались, сразу же она привязала веревку. Она не делала это в следующий день, она не сделала это через неделю, она не сделала это через месяц, она сделала это сразу, потому что ныне время благоприятное, ныне день спасения. Но вторая вещь, о которой они сказали, ты должна будешь собрать своих родных, своих близких под кровь своего дома. Мы отвечаем за их безопасность. Кровь твоих родных на наших руках, кровь твоих родных и близких на наших руках до тех пор, пока они под кровом твоего дома. Если они где-то в другом месте, мы не отвечаем за них. Они не говорили ей, что делать, чего не делать, как убеждать, как не убеждать, как привлекать, как не привлекать, что говорить, чего не говорить. Они сказали, это твоя ответственность, привезти их домой. До тех пор, пока они под кровом твоего дома, они в безопасности. И вот на нашей последней встрече мы говорили с вами о том, что Раау-блудница стала неким мастер-кей. Она стала неким мастер-ключом. В первую очередь, она стала ключом для спасения своего дома. Господь использовал Раау-блудницу как ключ для того, чтобы открыть спасение для всего его дома. Она призвала маму, она призвала папу, она призвала братьев, она призвала родных. И если мы читаем русский перевод этой истории в 6 главе, в 22 стихе становится понятным, что она призвала тех, всех, судьба которых была ей небезразлична. Мы не знаем, какие слова она находила. Мы не знаем, как она их убеждала. Мы не знаем, на что она их фокусировала. Но истина остается непреложной. Много людей было собрано под кровью дома на момент, когда израильтяне подступили к стенам Иерихона. Если бы я снимал фильм о Раауе, то мне кажется, я бы четко прописал картину, что в ее квартире, в ее доме, под ее кровом не было пустого места. Все было заполнено. Она смогла убедить людей прийти в ее дом для того, чтобы остаться безопасными, для того, чтобы остаться защищенными. Во-вторых, Рааа стала ключом для того, чтобы израильтяне вошли в город. Она была главным действующим лицом. Чтобы открыть двери не только для спасения своего дома, она стала ключом для того, чтобы открыть двери для города. Я повторю это еще раз. Раау блудница, ее уникальность не только в том, что она стала ключом, чтобы открыть дверь для спасения своего дома, она стала ключом для того, чтобы открыть ворота всего города, чтобы израильтяне смогли войти туда. И в-третьих, она стала ключом для того, чтобы Иисус стал таким, как мы с вами, чтобы спасти человечество от греха. И об этом повествование в первой главе Евангелия Матфея, когда речь идет о родословной Иисуса Христа, Рааа в этой родословной, она стала ключом для того, чтобы Христос пришел в этот мир, для того, чтобы Христос исполнил миссию искупления. Но я в большей мере хочу сегодня с вами поговорить о второй вещи. Она не оставляет меня. Я думал об этом, я размышлял об этом, я читал об этом. Рааа в блуднице стала ключом для того, чтобы израильтяне вошли в город. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Как Бог использовал Раа, чтобы израильтяне вошли в Иерихон, так сегодня Господь хочет использовать церковь, чтобы Иисус вошел в город. Я повторю это еще раз. И вокруг этого мы построим наше рассуждение. Как Бог использовал Раа, чтобы израильтяне вошли в Иерихон, так Господь сегодня хочет использовать церковь для того, чтобы Иисус вошел в наш город. Потому что Господь сострадает не только каждому из нас в отдельности, Он хочет спасти не только каждого из нас и нашей семьи в отдельности, Его искупляющей благодати достаточно для наших городов. И моя задача сегодня, чтобы помочь расширить наше мировоззрение, лучше всего расширить наше сердце и верить Богу о Его спасительной силе не только для наших родных и близких, но и верить Его искупляющую благодать для наших городов. Это не какая-то пустая идея. Это евангельский концепт. И сегодня стих за стихом мы с вами откроем это для себя через страницы Библии. Евангелие Луки, 10 глава. И в первом стихе мы читаем. Луки, 10 глава, первый стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их пред лицом своим по два». Слушайте внимательно. «Во всякий город и место, куда сам хотел идти». Читаем еще раз. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий, скажи громко, город. Скажи громче город. Скажи еще громче город. Иисус избирает 70 учеников и группами по два посылает их перед собою во всякий город, во всякое место, куда он сам хотел прийти. Он хочет прийти в город. Он хочет прийти в города. Он хочет прийти в селение. Он хочет прийти в селение. Но он посылает вестников перед собою. Другими словами, или выражаясь языком нашей проповеди, он превращает их в некие, если хотите, ключи, чтобы через них открыть город, в который он хочет прийти. Вы здесь или нет? Давайте вспомним разговор Иисуса со своими учениками. Он на каком-то этапе спрашивает у них, за кого люди почитают меня, сына человеческого? И они говорят ему, ну, самые разные толки, самые разные разговоры, самые разные мнения. Мы слышали версию, что ты Иоанн, которого Иерон обезглавил, но он воскрес из мертвых. Вторая версия, что ты Илья. Еще одна версия, что ты Еремия. Еще одна версия, ты один из древних пророков, воскресший. И Христос говорит, а вы за кого меня почитаете? И вот из группы 12 Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. Нет, ты не Иеремия. Нет, ты не Илья. Нет, ты не один из древних пророков. Ты безошибочно Сын Божий. Ты помазанный. Ты, Христос. Ты пришел совершить миссию искупления. И Христос продолжает, Петр, это не плоть и кровь тебе открыли. Ты получил это от Отца Моего Небесного. И я говорю тебе вот на этом камне, на камне этого откровения, что я Сын Божий. Я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют. Давайте, положа руку на сердце, признаемся, что мы здесь останавливаемся обычно. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, Сын Ионин. Потому что не плоть и кровь тебе это открыли. Отец, Сущий на небесах, я создам церковь. Врата ада не одолеют ее. Слава Богу, врата ада ее никогда не одолеют. Церковь, которую Он создал. Но на том же дыхании Христос продолжает. Не плоть и кровь тебе открыли. Отец, Мой Сущий на небесах. Я тебе говорю, что я создам мою церковь. Врата ада ее не одолеют. 19 стих, 16 главы Евангелия Матфея. И дам тебе ключи. Там, где разговор о церкви, там и разговор о ключах. А что если Христос подразумевал, что ключ к городу это церковь, которую я создам? Потому что я хочу прийти в город. Я хочу прийти в города. И церковь, которую я создам в городе, это ключ для того, чтобы двери города были открыты для моего триумфального превосшествия. Я помогаю кому-то или нет? Я создам мою церковь, врата ада ее не одолеют, и создана на мною церковь это ключ к городу, к которому я хочу прийти. Друзья, вы знаете, что такое книга Деяния Апостола? Вот если 28 глав книги Деяния Апостола описать одним предложением. В чем сущность книги Деяния Апостола? Деяния Апостола, вся книга, это одно послание. Наделенные силой Святого Духа несколько человек становятся ключом для того, чтобы Иисус пришел в город. Для того, чтобы Иисус пришел в города, начиная с первой главы, они собрались, он 40 дней является им после своего воскресения, и потом спрашивают у него, Господи, может, ты в это время восстанавливаешь царство Израилю? На что Он отвечает? Это не ваше дело. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями где? Громче, громче! Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями где? Скажите громче, будете свидетелями где? Иерусалим Это город. Повторяю еще раз, выражаясь языком сегодняшнего послания, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и полученная вами сила сделает вас ключом для того, чтобы я вошел в город. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже до края земли. Я сделаю вас ключом, силой Святого Духа для того, чтобы открыть город для меня, потому что Иисус триумфально хочет войти в город. Это в Библии, это в книге Деяния Апостолов. Коль разговор о книге Деяния Апостолов читаем в 8 главе, 8 глава Деяния Апостолов, в 4 стихе, начиная с 4 стиха. «Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». «Между тем, ключи начали открывать двери». Это моя версия. «Между тем, казалось бы, потерянные ключи. Нет, нет, нет. Они наполнены силой Святого Духа. Эти люди обличены в Его власть. Эти люди обличены в Его могущество. И как они шли, Он сделал их ключами, чтобы открыть города. «Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». «Так Филипп пришел куда? Филипп пришел громче. Еще громче, чтобы сосед тебя услышал. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие Он творил чудеса. Ибо многие, ибо нечистые духи, седьмой текст, ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем. И многие, расслабленные и хромые, исцелялись». Вот что может Слово в устах ключа. Рассыпавшиеся ключи ходили и благовествовали Слово. Филипп в городе проповедует Христа. «И как результат Его проповеди, многие, одержимые нечистыми духами, были освобождаемы. Бесы выходили с великим воплем. Многие, расслабленные и хромые, исцелялись». Смотрите на восьмой текст. «И была радость великая в этой церкви». «И была радость великая в этом городе». Знаете почему? Потому что Евангелие пришло в город. Знаете почему? Потому что Иисус пришел в город. Знаете почему? Потому что ключ по имени Филипп открыл этот город, чтобы Иисус триумфально туда вошел. Вот если было бы написано, вдруг в этом Самарянском городе организовалась небольшая общинка, и она была такой хорошей, живой церковью, и когда Филипп пришел, преподал им Слово, и они возрадовались радостью неизреченной и приславной. Это было бы одно измерение разговора. Но книга «Деяния апостола» повествует нам, что когда туда Филипп пришел, будучи ключом в руках Господа, он открыл город для того, чтобы Евангелие пришло не просто в одну среду, не просто к одной группе людей, не просто к одной этнической группе, когда Филипп пришел в город, он стал ключом, который был открыт для того, чтобы Евангелие массово пришло в эту местность. И была радость великая во всем городе. «Скажи громко со мной, Иисус, скажи громче, Иисус хочет прийти в город». Та же «Деяния апостола», только уже 13 глава, мы переходим с вами в 43 стих. Я помогаю кому-нибудь сегодня? «Деяние 13, 43. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». Город. Мы не знаем, как многочислен, мы не знаем, как малочислен этот город был. Не на это ударение сейчас. Но Евангелие захватило сердца жителей всего города. Кто-то может сказать, пастор, так не все ж покаялись. Я не об этом сейчас веду речь. Я веду разговор о том, что люди, наделенные силой Святого Духа в день Пятидесятницы и после Дня Пятидесятницы, были превращены Господом в ключи, чтобы открыть город для триумфального шествия Евангелия по улицам этого города. Потому что, как Бог использовал Раав, чтобы израильтяне вошли в город, так Господь сегодня хочет использовать церковь, чтобы Иисус вошел в наши города. Раав стала ключом для того, чтобы израильтяне вошли в Ерихон. Церковь должна стать ключом, чтобы Иисус вошел в наши города. В этом Евангелие. В этом благая весть. Господа нашего Иисуса.